И теперь, дорогие друзья, мы переходим к PSP. И первое, что я купил себе в этом новом году, это LEGO Indiana Jones 2 The Adventure Continuous. Честно говоря, я сначала очень сомневался, покупать мне себе эту игру или нет, поскольку она по четвертому фильму Королевства Хрустального Черепа, который я очень не люблю. Но все-таки я сначала себе купил LEGO Indiana Jones 2 на PlayStation 3, в принципе, он мне понравился, и купил себе его на PSP. И это, кстати, совершенно разные игры, потому что если в PlayStation 3 версии у нас была такая хаб-локация в виде такой карты, по которому, значит, там джонсы какие-то его напарники бегали, и что-то там нужно было на ней сделать, чтобы активировать проход на следующий уровень. И там как раз-таки были такие какие-то эпизоды, где-то по 5 уровней по оригинальной трилогии. И были, соответственно, уровни по Королевству Хрустального Черепа, которые были на такие три акта поделены. То есть там еще все это в виде таких конструкторов было сделано. То есть не было уже такой хаб-локации, как в первой игре, где вот у нас был Баннет Колледж. Именно в LEGO Indiana Jones 2 Adventure Continuous на PSP у нас вообще есть такой вот остров, на котором есть вот Indiana Jones, какие-то его, скажем так, друзья и не другие, и надо искать страницы из его дневника. То есть у нас так, скажем, есть такой вот вступительный ролик CGI, после чего как бы у нас Indiana Jones и Marion попадают на вот остров после авиакатастрофы, где у нас что-то вроде такого обучения идет. А потом мы находим страницы из его дневника, посвященные как раз-таки Королевству Хрустального Черепа. И начинается вот режим, соответственно, историй. Самое, что интересно, то есть CGI тут больше, насколько я понял, нету. То есть у нас как раз-таки всякие вот пояснительные сцены идут в виде текста и фотографий, таких вот своеобразных в LEGO стиле, где вот от лица Indiana Jones написано, в принципе, что происходило. Вот. И, кстати, у нас только два человечка могут бегать на экране одновременно. То есть если, например, если у нас, например, в LEGO Indiana Jones The Original Adventure как бы бегали все с копом, да, ну и также вот в старшей версии второй части, там на PlayStation 3 тоже все бегают с копом, то вот здесь у нас может быть где-то партия, там, допустим, из пяти человечков, но бегают только двое. То есть чтобы экономить ресурсы консоли, то есть если, например, первую игру полностью в PSP запихнули, но при этом, скажем так, пострадало ее качество, то есть там вот текстурки такие достаточно были, видно, что очень сильно поджатые и прочее, то здесь уже вот эта версия ориентировалась на мощности PSP, и вот два человечка бегала за тем, чтобы, значит, можно было играть вдвоем по Wi-Fi. Вот. Ну, в принципе, я остался ей доволен. Она, конечно, всяко лучше, чем четвертый фильм. То есть вот редкий случай, когда игра оказывается лучше фильма. Ну вот. То есть кто любит Indiana Jones, тем в коллекцию советую. Спасибо.